Всем привет в технико-экономическом вебинаре. Меня зовут Сходоев Алексей и сегодня мы проведем для вас две серии вебинаров. То есть вначале будет начальный вебинар для тех, кто только погружается в проект Skyway. Это очень важно и даже на этих стадиях, потому что мы не намерены расслабляться, мы не намерены как-то снижать темпы работы, так как наш маховик, дорогие друзья, действует и раскручивается только под действием народного финансирования. И чем больше людей узнает о проекте Skyway, тем, естественно, лучше для нас. Но могу сказать, на этой стадии, естественно, узнают также и очень серьезные, влиятельные люди. И после выставки на транс, я на расширенном технико-экономическом вебинаре, примерно скажу, что произошло, какие переговоры у нас будут, какие планы вообще, собственно, какие события уже буквально после выставки на транс происходили и будут еще происходить, и будут происходить запланированы уже в 2017 году. Но вначале давайте тогда перейдем непосредственно к части вводного вебинара, то есть азбуки Skyway. Это для тех, кто только погружается в проект Skyway. И когда-то все мы начинали свое развитие с самых азов. И Сергей Анатольевич Сибиряков, даже человек, который более 16,5 лет занимается проектом Skyway. Что касается меня, я занимаюсь чуть более 2,5 лет проектом Skyway. Всецело им поглощен. И понимая масштаб и глобальность, собственно, стараемся передать эти, не то что мысли, но это видение тем людям, кто посещает наши вебинары. И сегодня я могу сказать, дорогие друзья, мы действительно приблизились к тому рубежу, когда пятый технологический уклад, то есть все привычные смартфоны, телекоммуникаторы, различные GPS-навигаторы, да даже микроволновки, стиральные машины, которые сейчас можно включать через Wi-Fi, пылесосы, роботы и так далее. Все это порождение пятого технологического уклада. В эпоху двигателя внутреннего сгорания, в эпоху электричества, я уж не говорю про эпоху керосиновых ламп, невозможно было себе представить такие хай-течные изобретения. И сегодня мы не можем представить жизнь без этих изобретений, потому что жизнь нам они очень серьезно облегчают и упрощают. И на наш взгляд такой же потенциально крупный рынок и даже более крупный будет представлять струнная технология Анатолия Эдуардовича Юницкого. Она породит, соответственно, сеть Transnet, станет ее основой, первоочередной именно базой будущей мировой транспортной, энергетической, коммуникационной, информационной и даже социальной и даже финансовой сферы и сети Transnet. Как, собственно, когда-то кремниевые технологии, то есть свойства пьезоэффекта, стали основой информационной сети интернет. Как когда-то электричество стало основой тех проводов, которые приходят сегодня в каждый дом. Раньше, до изобретения электричества, невозможно было это себе представить. Но, естественно, та технология, которая качественно улучшит жизнь всего населения Земли, она неизбежно появится рано или поздно. И такую технологию мы позиционируем, в первую очередь, как технологию струнного транспорта и технологию Skyway. И давайте поразмыслим немножко, каким образом сегодня, насколько быстро мы можем совершить денежную транзакцию. В начале сентября, я за этим активно слежу, была совершена вообще денежная транзакция на основе криптозащиты, на основе системы блокчейн. И Barclays Bank между двумя фирмами совершил транзакцию, которая длилась раньше бы 10 дней, она продлилась всего лишь несколько часов. Сегодня этим можно удивить, но никак нельзя удивить переводом, допустим, через обычный смартфон с карты на карту денежных средств. Раньше, я могу сказать, 5-6 лет назад, я даже боялся совершать эту транзакцию, потому что это было непривычно. Но, естественно, опять же повторяю, то, что упрощает, облегчает нашу жизнь, создает новый потенциальный колоссальнейший рынок и, соответственно, неизбежно будет внедрено в эксплуатацию. И кто-то этим займется. Но, что касается транспорта, на сегодняшний день инновация, и об этом мы будем говорить непосредственно по выводам выставки Inotrans, заключается в железнодорожном транспорте, например, в том, что подсоединяет Wi-Fi. То же самое касается авиатранспорта. То есть, тоже вот в парижских авиалиниях и в российских обещают подсоединить Wi-Fi. Да, это облегчает коммуникацию, да, это несколько возвращает наш полет и наше путешествие в привычную для нас жизнь. Но это не решает всех задач, которые, сравнивая с денежными переводами, сравнивая с передачей информации, что осуществляет сейчас сеть интернет, никакие рамки вообще не лезет. И, соответственно, если говорить про интернет, что такое интернет вообще, дорогие друзья? Очень кратко, если говорить, то это возможность открыть свой компьютер, запустить свой смартфон, либо, собственно, зайти в какую-то точку доступа Wi-Fi в любой точке земного шара и получить неограниченное количество владения информацией, которая есть в сети интернет, передачи ее, обмена ею в любую точку земного шара и с любой точки земного шара. Это что касается интернет. А можем ли мы сегодня перемещаться с высокими скоростями, комфортно, безопасно и действительно не задумываясь о том, что мы будем тратить время, что мы будем отрывать от нашей повседневной жизни самый драгоценный ресурс, это время? Естественно, нет. То есть я могу сказать по своей поездке в Берлин, не без приключений. То есть вначале я уже привык, что откладывают рейсы, завтра я лечу в Словакию, снова позвонил мне любезный Аэрофлот и напомнил о том, что рейс на 2 часа отложен. Благо то, что это уже крайний, так скажем, крайний пункт назначения и, соответственно, никак не повлияет это на мой маршрут. Но если бы это был первый пункт назначения, то я могу сказать, можно было бы расстроиться, так как теоретически я мог опоздать на события, которые будут в Словакии. Такие события, на самом деле, нас покружают сплошь и рядом по всей нашей жизни. Это что касается транспорта. И, естественно, весь мир ожидает, дорогие друзья, новейших транспортных внедрений, новейших транспортных решений. И как раз-таки подобным инновационным, прорывным, технологичным решением является сеть Transnet и технология Skyway. Но об этом, дорогие друзья, Анатолий Эдуардович задумался не позавчера, не даже 10 лет назад, а более 39 лет назад. В конце 70-х годов Анатолий Эдуардович придумал первые концепты струнной технологии. И все это началось далеко не с самого струнного транспорта, дорогие друзья. Все это началось достаточно более глобального, масштабного инженерного сооружения. Это общепланетное транспортное средство. И можно о нем найти информацию на английском языке. Можно найти информацию на английском языке о струнном транспорте, то есть String Technology. И что касается вот этого изобретения, то в 88-м году Анатолий Эдуардович представил концепцию, каким образом вывести промышленность в открытый космос. На международной конференции по неракетной индустриализации космоса. Это действительно было решение, которое очень сильно облегчило бы сегодня раздумье международной организации ООН, допустим, над проблемами изменения климата. Потому что, естественно, и современный транспорт, автомобили очень серьезно влияют на изменения климата. И уже многие говорят, что точка невозврата пройдена. Но тогда еще можно было задуматься и начинать действовать лет через 20. То есть вот фактически уже в 90-х годах, в 2000-х годах можно было реализовать общепланетное транспортное средство. Но, естественно, никому никогда не удавалось перепрыгнуть через технологические уклады. И даже Леонардо да Винчи нашего сегодняшнего времени, нашего века, Анатолию Эдуардовичу, это тоже не удалось. И оптимизируя общепланетное транспортное средство, но держа его в уме, как именно возможность выноса промышленности в открытый космос, возможность перемещения десятков миллионов, а то и сотни миллионов тонн груза в ближний космос. Анатолий Эдуардович оптимизировал это инженерное сооружение. И все это описано в монографии «Струнные системы на Земле и в космосе». То есть вы можете найти на сайте Анатолия Эдуардовича Юницкого в разделе «Монографии», «Публикации». И, соответственно, произошла оптимизация до того транспорта, который на сегодняшний день мы все с вами можем уже лицезреть в масштабе один к одному в рабочих моделях. И еще год назад, казалось бы, мы увидели один к десяти. То есть никто не верил, никто не ожидал, я имею в виду из оппонентов, то, что действительно мы сможем достичь тех результатов, которые уже достигли. И, естественно, сама технология, это описано в книге Анатолия Боровского Юницкого от Небесной дороги, Небесные дороги Юницкого. Замечательное произведение, всем рекомендую, кто будет погружаться в проект. Это все описано очень досконально, очень красочно. И я хотел бы остановиться на временной рамке, на вехе, и, если говорить английским термином, milestone. То есть действительно очень важном промежуточном этапе 2000-х годов, когда Лебедь Александр Иванович получил доказательную базу от Сергея Анатольевича Сибирякова, как раз-таки нашего главного, сказал бы, активиста, после Анатолия Эдуардовича Юницкого, после Виктора Бабурина, который донес, каким образом можно увеличить ВВП Российской Федерации менее чем за пять лет в три-четыре раза. Лебедь Александр Иванович, когда увидел модель, на тот момент это была модель 1 к 5, понял, что действительно технология эффективная, действительно имеет смысл разобраться. Разобрался, посмотрел, подумал и, собственно, через буквально несколько недель был выделен первый транш в несколько сотен тысяч долларов. Началось финансирование и строительство полигона в городе Озеры. Это первый технопарк и происходили испытания с 2001 по 2009 год. Вот в чате задают вопросы, по каким причинам полигон был разрушен, увезен в неизвестном направлении. Действительно, я вот не могу высказывать какие-то версии, потому что попросту нет версии. То есть можно только догадываться. Различное стечение обстоятельств было. И такое стечение обстоятельств у нас было, когда в Литве развивалась история. И Литва упустила шансы, о котором мы более подробно расскажем на расширенном технико-экономическом вебинаре. В 2009 году была произведена презентация одним из губернаторов одного из регионов Российской Федерации господином Морозовым, Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Дмитрий Анатольевич, на тот момент являясь президентом Российской Федерации, сказал, что в том случае, если будет финансирование найдено, то, соответственно, все, проект развивается. И развивайте, пожалуйста, на здоровье. И, собственно, финансирование я могу сказать, что мы сейчас нашли. Несмотря на то, что даже после того, как планировался выделяться 1 миллиард рублей, а на тот момент это были огромные деньги, на развитие технологии Skyway, все же неизвестными людьми полигон был уничтожен. Но все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Поэтому уже после общения с потенциальными крупными инвесторами, с олигархами, с политиками, с экономистами, с чиновниками, с финансистами, Анатолий Эдуардович понял одно, что либо его оставляют ни с чем, либо ему придется на невыгодных условиях, в первую очередь для самой технологии, потому что технология Skyway должна развиваться в тех руках, которые ее создали, потому что она должна постоянно совершенствоваться, модернизироваться. И Анатолий Эдуардович Юницкий предпринял достаточно рискованный, но правильный шаг – это начало эпохи краудинвестинга, либо, если простым языком говорить, с миру по нитке народное финансирование. То есть каждый голосует своим рублем, насколько верит, что технология реализуется. Вы видите фотографию, это октябрь 2015 года, в одном из залов правительства Москвы была проведена конференция, и, собственно, зал аплодировал действительно стоя. Я помню это событие, оно прочно засело на всю жизнь, я думаю, в памяти, когда Анатолий Эдуардович представлял свой доклад, и многие светлые научные умы, задавая вопросы, просто получали на них ответы, и больше не было никаких аргументов против, либо каких-то моментов для дебатов и дискуссий. И на сегодняшний день более 500 тысяч людей, дорогие друзья, поддерживают транспорт Skyway, просто даже получив минимальный пакет обязательств. Мы называем это схему юридическую, конвертируемый займ. И, собственно, этот минимальный пакет обязательств, 100 единиц, в будущем станет при капитализации, при выходе на рынок, достаточно серьезными активами. И кто знает, сколько это будет, 100 долларов, либо 1000 долларов, либо 10 тысяч долларов, к примеру, через 4-5 лет. И более 90 тысяч людей высказало свое желание инвестировать ежемесячно для помощи развития проекту. Ну и, естественно, становясь совладельцами, с дольщиками международной группы компании Skyway, самой интеллектуальной собственности, технологии. И, соответственно, все вот эти люди, они неустанно развивают. И мы все активисты, в том числе, каждый день, каждый час задумываемся о развитии проекта Skyway в виде, вот направление появилось совершенно недавно. И чуть более 7 месяцев назад это направление начало развиваться. И 4 месяца потребовалось, чтобы создать модель один к одному. Это не просто модель, это рабочая, подвижная единица. Это действительно машина мирового масштаба и мирового уровня по качеству и по будущей эксплуатации. Естественно, можно было задать какой-то маршрут. Было представлено 3 маршрута, но об этом я более подробно расскажу о своих впечатлениях, о своих выводах на расширенном технико-экономическом вебинаре. И смотрите на эти визуализации, потому что в конце вебинара вы увидите, я обращаюсь в первую очередь к тем людям, кто только присоединяется к проекту. Даже если у нас присутствуют тролли, я имею хорошую выдержку против троллей, благо опыт позволяет. С 2011 года я занимался различными интернет-проектами, построением сети в различных структурах. И с 2014 года, ну с конца 2013 года я активно занимаюсь только одним делом, ну так вот фоном немножко своим бизнесом традиционным, который работает на полуавтомате, это агентство языковых переводов. Но сейчас я полностью, в положительном смысле этого слова, заражен идеей Skyway. И те больше полумиллиона людей также заинтересованы в развитии, помимо легкого прогулочного, спортивно-экскурсионного, туристического транспорта, городского пассажирского транспорта, грузового транспорта, высокоскоростного транспорта. И даже не подозревает, что потом будет и новое поколение, гиперскоростное. Но об этом также на расширенном, то есть на вводном мы обычно не перегружаем. Почему все эти люди выбирают Skyway? Для чего это нужно? Отбросим выгоду, к примеру, отбросим то, что человек становится совладельцем крупнейшей будущей транснациональной корпорации, то есть наши терминологии экономические сейчас называют подобной организацией ТНК. И, собственно, Skyway позволит перемещаться людям дешево, быстро, комфортно, эффективно и, самое главное, безопасно. То есть, если говорить про то количество миллионов жизней, которые будут сохранены буквально за 10 лет, про те множество миллионов потенциальных коллег и людей с различными увечьями по причине дорожно-транспортных происшествий, всего этого можно избежать. И даже электромобили, даже робомобили, электрокары не решат этой проблемы. И аргументируем мы уже на расширенном технико-экономическом вебинаре. Все мы мечтаем, дорогие друзья, передвигаться в комфорте, не только в тепле, не только с возможностью поспать, но без отрыва от нашей повседневной действительности. Мы называем это концепцией мгновенного перемещения. Пользуясь всеми благами цивилизации, перемещаться на высоких скоростях и с точки А в точку Б и иметь возможность перемещения товаров, грузов, штучных, сыпучих, либо жидких материалов, различных руд, металла и так далее. Независимо от того, что вы желаете перемещать. Потому что транспорт Skyway возможен к монтажу на любом типе рельефа, местности, поверхности земли. Он абсолютно экологичен вне сравнения вообще с современными транспортными средствами. Он обладает серьезной ресурсной экономией, как при строительстве, так и при эксплуатации, так и затраты именно ввод в эксплуатацию и использование земельных участков при строительстве каких-либо объектов Skyway. И, естественно, об инновационности тут уже и говорить нечего. То есть более инновационного транспорта я могу сказать, что на выставке InnoTrans представлено и не было. Но о выставке InnoTrans я на расширенном технико-экономическом вебинаре расскажу обязательно. Здесь я не буду углубляться. Благодаря чему такие вот показатели, как, например, расходование юнибайком 0,1-0,2 литра на 100 километров и 1,5 киловатта всего лишь, опять же, на 100 километров. Откуда получаются такие показатели? Из-за очень серьезной аэродинамики, дорогие друзья. И только вынос транспорта на второй уровень увеличивает аэродинамические показатели, технические характеристики подвижного состава уже в два раза. А что говорить про сравнение с Bugatti Veyron? Что говорить про сравнение? Вот недавнее Mercedes GLS было сравнение. Если Bugatti Veyron 0,34 коэффициент аэродинамического сопротивления, то 0,32 Mercedes GLS и все-таки в 100 раз более эффективен наш подвижной состав на уровне современной спортивной авиации, военной авиации и сегодняшние транспортные средства, опять же, не могут похвастаться такими показателями. И от этого складывается, естественно, экономия топлива, экономия материалов при строительстве, так как сама путевая структура легкая, ажурная и абсолютно приемлемая при любых погодных условиях, даже при шквальных порывах ветра, при боковом ветре, при ураганах. Ну, естественно, не прямо там торнадо и так далее. То есть, ну и то, когда проходит торнадо, допустим, либо цунами прошел, не дай бог, и, соответственно, вот пальмы остаются в том же виде, чего не скажешь о инфраструктуре мостов, автоэстокад, домов и так далее. Но пальмы, так как это тоже предварительно напряженная конструкция, они остаются в первозданном виде. И наша струнная путевая структура – это тоже предварительно напряженная конструкция. Даже кости человека это предварительно напряженная конструкция и можно сравнить, чтобы уж совсем просто говорить, со струной гитары, балалайки, как вам угодно. Раньше представители Министерства транспорта на тот момент Российской Федерации, еще в 2000-х годах, сравнивали струну с балалайкой и говорили, что Юницкий опять со своей балалайкой, со своими струнами. И они не представляли, что мы сейчас будем демонстрировать на весь мир, что мы с 20 по 23 число продемонстрировали на международной транспортной выставке инотранс. Так почему же струна? Почему мы говорим про натянутую конструкцию? Потому что стальные канаты внутри путевой структуры, они предварительно напряжены, растянуты и закреплены. Далее идет их закрепление, то есть специальными элементами крепления. Далее омоноличивание специальным видом бетона. Он был разработан по нашим потребностям и по нашим техническим характеристикам, свойствам на базе зао-струнной технологии. И иностранцы удивлялись на самом деле на выставке, а вы что, даже бетон свой разработали? Зачем он вам? Для того, чтобы прокачивать на максимум 4 километра по путевой структуре между пролетами, соответственно. И традиционные марки бетона не удовлетворяли этим потребностям. И далее ставится на всю эту конструкцию головка рельса, стального рельса. Перемещается по которому цилиндрическое колесо, в отличие от железнодорожного подвижного состава, у него коническое. И по абсолютно ровной, гладкой, сошлифованной поверхности, без каких-либо выступов, заусенец и так далее, без возможных деформаций и каких-то недостатков, абсолютно комфортно мы будем передвигаться даже на скоростях 500-600 километров в час. Это действительно замечательно, дорогие друзья. И вот услышав это, я инвестировал бы и в 2012 году, и в 2011 году. Но услышал о проекте, когда началось народное финансирование. Да и до этого времени, честно говоря, у меня возможности входа, скорее всего, и не было бы. Потому что сейчас есть возможность входить от 50 долларов и становиться совладельцем данного проекта, глобального инфраструктурного широкомасштабного проекта, обладающего потенциальной очень серьезной капитализацией. Мы предполагаем, что это, возможно, будет более серьезная капитализация, чем Apple, Google, Alibaba, Microsoft, IBM, Dell и так далее и тому подобное. Ну, если говорить про такие вот более современные корпорации, как SpaceX, Tesla и так далее и тому подобное. Я могу говорить о струнных технологиях, дорогие друзья, очень долго, очень подробно. Но хотел бы остановиться на тех аспектах, которые являются действительно железобетонными аргументами. И если раньше у нас являлся железобетонным главным аргументом, это, собственно, в 2014 году был создан первый отдел, в котором работал один человек, Анатолий Эдуардович Юницкий, наше научно-производственное конструкторское предприятие. В 2015-м мы, соответственно, вышли на строительство. И давайте посмотрим небольшую хронологию. Я обязательно представлю и регулярно, каждую неделю, независимо от того, в поездках я нахожусь или нет. То есть вот сейчас вот с инотранса вернулся, обязательно обновил. В первую очередь это нужно для меня самого, так как это действительно хороший, веский аргумент того, что мы не говорим языком просто, а доказываем делом. И вы видите, что 29 июня 2015 года был заключен договор аренды земельного участка в городе Мариногорка. И на бывшем заброшенном танковом полигоне началось строительство по масштабам. Это как Кремниевая долина, то есть только это уже будет не Кремниевая долина, а как мы ее позиционируем, это будет Sky Valley, то есть это будет Небесная долина, это будет Струнная долина, что угодно, но уже не Кремниевая. Потому что, как я и говорил, уже пятый технологический уклад, пережив свой рассвет, кризисы, бум и, соответственно, деградацию эпохи доткомов, то есть все, что заканчивается точка ком, различные интернет-проекты. И тогда появились миллионеры, которые на сегодняшний день также задают правила в различных отраслях, как Илон Маск, как Раймонд Курцвелл и так далее и тому подобное. И мы потихоньку по тому финансированию, которое было получено на тот момент, начали реализацию строительства Экотехнопарка. И я буквально быстро пролистаю, дорогие друзья, не хотелось бы останавливаться на первых этапах, но очень интересные и веские действительно такие вот события были, как закладка капсулы времени, обязательно мы ее вскроем. Вот 31 августа, то есть фактически начало сентября, рытье котлована под анкерную опору. И сегодня какое число? 28 сентября 2016 года. То есть 1 сентября, можем сказать, что был юбилей начала строительства Экотехнопарка. И посмотрите, что произошло за год. То есть 17 сентября 2015 года в первый раз нас посетила австралийская делегация во главе с Родом Хуком, то есть со своим партнером. Род приехал для изучения проекта после того, как он задавал множество очень серьезных вопросов, очень каверзных вопросов и специалиста такого уровня, бывшего руководителя департамента, министра транспорта, развития и инфраструктуры Южной Австралии, нужно было постараться, чтобы пригласить, то есть что-то его должно было побудить. Видимо, что-то побудило. Более того, Род является на некоторую сумму и инвестором, и я думаю, что и продолжает инвестировать. И 25 сентября мы видим, что уже продемонстрированы модели 1 к 10. Очень серьезное для нас событие было, но уже вошло в историю как одна из вех. И тут буквально я быстро буду проматывать, дорогие друзья. 16 октября мы уже начали закладывать, заложили, точнее, фундамент под первую анкерную опору, совмещенную с транспортно-логистическим узлом. 20 октября тоже очень символичное, значимое событие. Вы видите, не так много относительно людей, но на тот момент нас уже поддерживало более 300 тысяч людей по всему миру. Не все выбрались на Экотехнопарк, но многие поддерживали виртуально, дабы средства коммуникации на сегодняшний день это позволяют сделать. И буквально быстро, каким образом развивалась Трейдис. То есть 19 ноября вы видите то, что уже растет ввысь первая анкерная опора. Зимой у нас были установлены, я помню, это свой день рождения, 21 января, когда продолжала установка промежуточных опор. 19 промежуточная опора у нас в металлическом исполнении, в металле для демонстрации того, что действительно путевая структура может быть установлена даже в самых суровых климатических условиях. Работа шла днем и ночью, независимо от того, оттепель, заморозки. Работа шла, так как финансирование шло, и схема народного финансирования была выбрана абсолютно верной. Я как раз таки вот в интервью, когда члены правления Skyway Capital давали свое мнение, об этом рассказал, потому что для меня очень важно, так как именно схема финансирования и инвестирования была выбрана правильно, именно сетевое построение корпорации, как я называю, является первой ступенью и даже второй ступенью ракеты, которая летит ввысь, чтобы заменить, соответственно, ракету на будущее общепланетное транспортное средство, которое мы обязательно также будем реализовывать. Но это сегодня, естественно, из грани такой вот научной фантастики многим кажется. В апреле у нас был экотехнопарк. В этом апреле, то есть в 2017 году, также будет экотехнопарк. Уже будут ездить вовсю подвижные составы для того, чтобы не то, что кто-то мог на них прокатиться, хотя все возможно, возможно, сертификация уже и будет проведена, но вживую вы точно увидите перемещающийся подвижной состав один к одному. До конца зимы у нас планируется демонстрация один к одному закрытая, но с онлайн-трансляцией сегодня нам очень в этом помогает Перископ. Сервис, я думаю, что мы выразим ему в будущем благодарность, потому что это наше информационное поле, и это тот сервис, который мы искали, сейчас активно используем. И вы видите, 19 мая уже параллельно идет строительство двух направлений, то есть это городская пассажирская совмещенная с высокоскоростной, и 19 мая началось строительство легкой прогулочной трассы. И, соответственно, уже в двух направлениях запараллельно ведется строительство. В июне второй раз посетила австралийская делегация, уже была образована компания Skyway Transport Australia, руководителем одним из директоров учредителей, который является Род Хук, и действительно специалисты Auricon были поражены, а это на минуточку те специалисты, которые реализовывали проект по строительству, проектирование Бурж-Калифы в Арабских Эмиратах. На сегодняшний день самое высокое здание. Сейчас они, помимо уже реализации других серьезных инфраструктурных проектов, намерены реализовывать еще более высокую башню, небоскреб, опять же, в Арабских Эмиратах. И вот эти вот Г-образные опоры, вы услышите, какую они функцию, и насколько правильно была выбрана стратегия Анатолия Эдуардовича на технико-экономическом вебинаре. Что по ним поедет? Об этом сейчас я говорить не буду, но увидите, что они были установлены. И, соответственно, уже, что очень важно для меня, уже через некоторое время началось строительство также и грузовой трассы. То есть это произошло в июле. То есть в мае, запомним, за параллельное продолжение строительства легкой прогулочной трассы, но она будет выдерживать нагрузку городского пассажирского транспорта. И в июле, соответственно, мы увидели уже рытье первых котлованов под грузовую трассу. Сейчас строительство продолжается. Растет ввысь уже не то, что первая, вторая анкерная опора нашей первой трассы. Растут ввысь анкерные опоры не просто ввысь. Они буквально очень быстро, о скоростях и темпах, я расскажу на технико-экономическом вебинаре, устанавливаются, монтируются и с какими скоростями они будут действительно в поточном строительстве производстве устанавливаться. Остается только догадываться, но однозначно это еще будут еще более высокие скорости. И в июле вы видите уже начало сборки. То есть то, что нам показали, естественно, сборка происходила еще раньше. И 4 месяца потребовалось для того, чтобы создать реальные действующие машины мирового уровня, мирового качества на уровне современных автомобильных, железнодорожных и так далее концернов. Это Unibike и это Unibus, которые были представлены, соответственно, на выставке и на транс. И не те главные события, как, допустим, проверка ровности расположения путевой структуры с помощью специальных лазеров. Не то, что параллельно идут три направления. Это городская пассажирская совместная с высокоскоростной, это легкая прогулочная совместная с городской пассажирской и это грузовая. И даже не то, что уже фактически достраивается первая, вторая анкерная опора. То, что вовсю уже устанавливаются анкерные опоры легкой прогулочной трассы. А то, дорогие друзья, что 21 сентября на выставке и на транс, то есть мы продемонстрировали уже действующие, не то, что модели, действующие машины в масштабе один к одному. Это Unibike и Unibus. И если кто-то тут скептик, если кто-то тут на что-то обижается, на мир, желает противоречить и мешать развитию корпорации, ну, деятели одни находились такие, как онлайнер издательства, и они еще поплатятся за свою деятельность, когда была написана заказная статья. Но, невзирая ни на что, мы сделали то, что обычно корпорации делают очень долго. О сроках и темпах я расскажу на технико-экономическом вебинаре. Мы представили модели один к одному на выставке и на транс. И это действительно великолепная возможность на сегодняшний день, дорогие друзья, использовать эти серьезные аргументы при общении, при оповещении о существовании проекта Skyway. Я рекомендую вам использовать вот эту ссылку. Посмотрите, скачайте. Это та вот презентация, которую я сейчас показывал. И пока что действует возможность входа в проект, просто зарегистрировавшись в проекте. Но скоро такой возможности, я могу сказать, не будет. Я имею в виду про минимальный пакет обязательств в 100 единиц. И, соответственно, та возможность, которая действительно имеется раз в 100 лет у нашего с вами поколения, ее уже и в следующем году может не стать, потому что я расскажу, опять же, на технико-экономическом вебинаре, какие контакты произошли на выставке и на транс, с кем мы общались, какие перспективы, какие планы, какие встречи. Какие встречи вырисовались буквально после дневного вебинара. То есть фактически не то, что каждый день, а каждые несколько часов нас радуют какие-то новости. Это действительно возможность обеспечить сегодня свое будущее, невзирая на актуальный кризис Российской Федерации. Да что я говорить, экономический кризис надвигается очень серьезно. И экономика жаждет новый бизнес, который создаст нишу, которая сможет покрыть те затраты, которые, соответственно, воздушно созданы в виде внешнего долга многих государств, в том числе США. И как когда-то это сделал рынок хай-тек технологий, сегодня скай-тек технологии это сделают. И мы все с вами в этом участвуем. Мы проявляем интерес к проекту. И так как такой возможности может далее и не быть, я рекомендую вам, дорогие друзья, не терять времени и рассказывать о такой возможности, о таком проекте с такими результатами. Ну, извините, если бы мне предлагали инвестировать в компанию, предположим, не будем брать такой банальный пример, как Apple. К примеру, Oculus Rift. То есть уже собраны очки в виртуальной реальности. И можно было как-то купить, допустим, активы. И я знал бы, что их приобретет Facebook за определенную сумму. То есть, естественно, я бы это сделал. И многие не ценят этого инсайда. И это действительно инсайд. Это открытый инсайд. Так как он на благо человечества. Но многие не понимают ценности этой информации. И для тех, с кем нам не по пути будет, мы прощаемся на этом вебинаре. А для тех, кого заинтересует, оставайтесь в этой же комнате. Буквально через несколько минут, через 15 минут продолжится технико-экономически уже расширенный вебинар. Я не буду говорить сейчас с точки зрения Сергея Анатольевича. Потому что с высоты полета, опыта, более 16,5 лет, это действительно неправильно говорить словами этого человека. Что он пережил и какие интервью он давал, что самолеты это птеродактили цивилизации. И мы расскажем свое видение на расширенном технико-экономическом вебинаре. Дальнобойщики, допустим. Кем мы представляем на сегодняшний день дальнобойщиков. Почему эта профессия, к сожалению, отомрет в ближайшее время. Об этом, обо всем. Мы пообщаемся на расширенном технико-экономическом вебинаре. Ну и, естественно, о выставке Иннотранс, о тех выводах, результатах, которые мы для себя сделали. Ну а сейчас небольшой кофе-брейк, кофе-пауза. Налейте себе чаю, кофе и оставайтесь с нами. А сейчас ролики с Иннотранс для того, чтобы полностью погрузиться в атмосферу этой выставки. До скорой встречи!